Осенняя обрезка розы Жорден де Франц. Роза трудяшка. По-другому мы ее не называем. Из более 500 кустов роз нашего сада, этого сорта у нас 30 кустов. Высажены они в импровизированной речке, отделяющей зону отдыха от зоны сада. Здесь действительно проходит речка с искусственным водоемом, с водопадами. И вдоль нее растет Жорден де Франц. Зрелище поистине великолепное, потому что цветет она всегда. Осенью наконец-то наступает пора обрезки роз. У нас на юге это непременное условие, потому что учитывая частые оттепели и снегопады, роза просто выпреет под укрытием. Поэтому мы их обрезаем, окучиваем, засыпаем перепревшим навозом и оставляем до ясны. Зимует великолепно. Вот так вот я провожу обрезку роз. Сантиметров 20-30 отнизу по почке. Роза великолепная. С живыми блестящими маслянистыми листочками еще бы цвела и цвела. Я не знаю второй такой розы в нашем саду, чтобы так нас радовало. Посмотрите, какие соцветия бутонов просто не сосчитать. До 20-30, иной раз до 50 цветков на одной ветке. Мы срезаем сейчас. Несколько ведер уже я поставила любоваться ими. В тепле они раскроются, еще порадуют нас. Вот так вот мы обрезаем свои розы на юге. Так, кстати, поступают все питомники юга. Под обрезкой розы перезимуют великолепно. И выйдет опять к лету полной красавицей. А теперь немножко о самой роде. Потому что для меня эта роза просто великолепие. Полное совпадение моих вкусов по цвету. Цвет розово-лососевый. Цветки собраны в плотные соцветия. Где-то, я уже говорила, до 50 иногда бывает бутонов на одной ветке. Вот так она нас радует. Все лето великолепное цветение. Говорят, волны. Нет, у нее нету волн. Потому что практически она всегда цветет. Кстати, розочка самоочищающая. В конце цветения она приобретает такой беловатый оттенок. И осыпается очень аккуратно. Причем засыхает сам цветочек. И тоже опадает. Чистить я ее даже не чищу. Вот такое великолепное цветение этой розы. Действительно, роза трудяшка. Наверное, потому люблю. Потому что сама всю жизнь очень много работаю. И с большим уважением отношусь к людям труда, которые умеют радовать. Умеют столько отдавать. Что действительно просто удовольствие лицезреть вот такое зрелище. Посмотрите, полюбуйтесь. До следующей весны. Жордан де Франц. Исключительно. Советую ее всем всегда. Но сажать ее нужно все-таки массовыми, групповыми посадками. До следующего лета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok